представьте что бы с вами было если бы вы потеряли самого дорогого человека в вашей жизни если бы все ваши близкие отвернулись от вас если бы вы были изгнаны из родного дома и все ваши убеждения достоинства и достижения были бы признаны ложными что было бы если бы вы остались в полном одиночестве абсолютно лишенные внешней свободы просите дядю айра он ведь всегда даст совет даже несмотря на то что все о чем я сказал ранее он испытал на себе сегодняшнем видео мы не без помощи философии и науки попробуем понять в чем секрет неиссякаемого источника внутренней силы айра которая позволяет ему переживать такие тяжелые моменты в жизни как потеря жены сына или предательство племянника быть добрым и снисходительным даже по отношению к своим врагам а также быть таким замечательным наставником который может поддержать и оказать помощь не только близким а любому кто в ней нуждается также я поделюсь с вами специальными техниками которые помогут смотреть на мир с позиции дяди айра то есть с позиции добродетели эти техники я обнаружил изучая древние и современные философские течения владение ими в купе с примером айра возможно смогут помочь вам совсем иначе взглянуть на вещи на явление события и людей находящихся вокруг вас если у вас еще остался жасминовый чай то я очень этому рад начнем главный секрет доброты айра на мой взгляд кроется в понимании одной ключевой мысли сериале ее озвучивает гуру патик практически цитируя философа марка авреля люди созданы друг для друга как верхний и нижний ряд зубов все мы часть одного целого потому что имеем общую природу возможно люди и на самом деле созданы друг для друга и тому есть правдоподобное объяснение когда мы заботимся друг о друге проявляем тепло и поддержку организм вознаграждает нас дофамином и серотонином мы начинаем испытывать положительные эмоции и наоборот когда мы поступаем в разрез с добродетелью получаем обратный эффект да что уж тут говорить о родстве и ветвях одного дерева когда у нас всех действительно есть один общий предок это одноклеточное существо по имени лука жившие 4 миллиарда лет назад гены которого есть в каждом ныне живущем на земле человеке ссылка будет в описании можете о нем почитать но вернемся к теме если у вас есть родные брат или сестра и им действительно нужна ваша помощь конечно же без промедления окажите ее им это же намерение дядя айра проявляет по отношению ко всем окружающим его людям да и вообще ко всем людям в целом именно так стоит поступать и нам с вами на словах это звучит просто но на деле как каждый из вас понимает порой бывает невыполнимо иногда в силу обстоятельств мы бываем просто не способны оказать кому-то помощь потому что в нас самих идет просто сумасшедшая внутренняя борьба но в этот самый момент истины мы упускаем один ключевой факт внутренняя борьба в этот момент идет в каждом человеке в том который нуждается в помощи и в остальных 7 миллиардах может быть они заблудились сбились с верного пути или с самого начала пребывали в неведении и обмане и в этом нет их вины глубокое понимание этой мысли и позволяет айра так легко прощать и стремится помочь даже тем кто силу неведения настроен против него давай деньги когда грабитель нападает на айра в переулке басингсе он дает отпор но мгновенно успевает вникнуть в ситуацию увидеть что преступник сбился с пути и вместо того чтобы обрушить на него всю свою силу решает ему помочь угощает его чаем и выслушав направляет в лучшее русло потрясающий пример того как разум берет вверх над эмоциями достичь такого мастерства можно лишь одним способом ежедневно тренируя свой разум философ стоек и римский император марк аврелий говорил что у человека есть два начала душа и разум и только одно из может быть главенствующим под разумом он понимал способность трезво рассуждать и принимать решения независимо от всех внешних обстоятельств понятия души же он включал все наши эмоции страсти желания и стремления когда разум не главенствует над душой человек никогда не будет пребывать в гармонии с миром и самим собой но как только разум берет вверх душа становится способной к созиданию и добродетели для того чтобы подобно айра попав стрессовую ситуацию суметь переключиться с негативных эмоций на добродетель нужно каждый раз когда вы наблюдаете негативное и резкое проявление с чьей-то стороны пусть даже не в ваш адрес успеть подумать что у каждого человека внутри идет борьба может быть даже похуже вашей это позволит вам банально не ответить на зло злом и при регулярной практике поможет снисходительно и с пониманием относиться к подобным резким проявлениям людей где-то проявить терпение и сдержанность где-то помочь и подсказать как дядя айра в таком случае вместо негативного осадка внутри у вас будет оставаться лишь радость радость за то что вы сделали чью-то жизнь лучше как бы противоречиво не звучало второй секрет внутренней силы айра умение фокусироваться на себе и отделять себя от мира философии стоицизма существует понятие безразличного которое 300 лет до нашей эры вывел философ эпиктет в это понятие входит все то над чем мы не имеем полной власти и не можем контролировать на все сто процентов это к примеру политические события введение других людей их привычки и мысли погода удача даже наше собственное тело мы не в силах контролировать полностью ведь заболев неизлечимой болезнью или сильно состарившись уже ничего не сможем предпринять но вследствие такого рассуждения возникает вопрос что же мы можем контролировать что есть полностью наше и не входит в область безразличного восточная философия даосизм европейский стоицизм и философ рационалист рене декарт дают единый ответ на этот вопрос наши мысли мнение суждения и как следствие чувства стремления и поступки вот чем мы можем распоряжаться в полной мере и самое главное этого у нас никто не сможет отнять поэтому и бояться нам в таком случае совершенно нечего совсем у нас могут отнять жизнь но наши мысли суждения это что мы верим никогда возвращаемся к той ситуации с грабителями в переулке басингсе первое что сделал айра не ударил обидчика а изменил свое отношение к этой ситуации и отнесся к нему состраданием задал вопрос что это вы делаете граблю тебя айра частенько успевает изменить свой образ мысли дабы не впадать в стресс и негатив к примеру когда их звука окружила банда крутых носорогов он сразу понял что с ними хотят расправиться но таки постарался проявить свою добродетель по отношению к противнику мы здесь чтобы задержать вас эмаш сначала чаю я об с удовольствием попил а ты качи тебе нравится джесс мир когда дядя айра останавливает звука в катакомбах под озером лаугай просит задать себе два вопроса кто вы и чего хотите вы на что звука отвечает что он хочет следовать своей судьбе и здесь айра говорит что каждый творит ее сам и мы в некотором смысле правда способны на это меняя свое отношение свои убеждения приближаясь к истине мы действительно можем творить свою судьбу понимание того что он в силах совершить в данный момент а что не в силах помогала айра множество раз на протяжении мультсериала когда он был схвачен магами земли когда а за и устроил переворот или в момент предательства звука в конце второго сезона он понял что сделал все что было в его силах чтобы вразумить звука но влезть в его мысли и принять решение за него айра не мог поэтому поступил в соответствии с добродетелью и защитила ангас катары я буду сдерживать и столько сколько смогу области безразличного по мнению стойков также должно относиться и мнение окружающих о вас я имею ввиду то мнение которое ничем хорошим для вас не сулит когда дядя айра прекратил осаду басингсе или когда бросил все и ушел в изгнание вместе с зука ему было все равно что они будут думать подчиненные это последнее что интересовало его в этот момент если вы достаточно уверены в том что делаете как может чужой ничем не подкрепленное мнение подействовать на вас очевидно никак она тоже относится к области безразличного более того греческий философ эпиктет утверждает что любая ситуация какой бы тяжкой она ни была находится в порядке вещей а значит никакой проблемы не существует лишь мы в своей голове придаем ей значение и называем ее проблемой отсюда и вывод наше счастье и спокойствие в большей мере нам вполне подвластны нужно лишь изменить ход мыслей даже страхи какие-то пугающие вещи и события не способны нас сломить они не могут отнять того что по-настоящему наше мысли чувства намерения и убеждения оказавшись в стрессовой ситуации задайте себе вопрос сделал ли я все что от меня зависит относится ли к области безразличного то что меня беспокоит если да какой смысл переживать из-за того что нам и так не подвластно смирение пусть даже через усилия позволит освободить свой разум от стыда вины и прочих негативных эмоций смирение вот противоядие от стыда третий секрет аэро очень прост да и не секрет вовсе он живет настоящим не пытаясь угадать что будет в этом темном тоннеле будущего поэтому любое событие и любую приятную мелочь он способен воспринимать как дар свыше радуясь им как ребенок и это очень даже верный подход мы ведь никогда не знаем сколько нам еще осталось жить на этом свете стойки говорили встав утром осознай что ты ведь мог и не проснуться сегодня это верно наполнит твой день внутренней радостью связи с тем что ты еще можешь сделать что-то на этом свете проявить свои лучшие качества существует лишь сегодняшний день по словам философа артура шопенгауэра находиться в настоящем это самое сложное для человека он то и дело страдает от старых ненужных воспоминаний или пребывает в страхе рисуя себе самые ужасные картины будущего из-за чего сложно становится ценить настоящее эту ошибку допускают многие персонажи мультсериала анг в особенность но только не дядя айра он почти все время сконцентрирован на настоящем действии на получении от него польза стоит отметить что концентрация на настоящем не означает не планировать на будущее или не делать выводы из прошлого речь идет лишь о негативных эмоциях которые могут повлечь за собой постоянное мысленное пребывание в прошлом или будущем когда айра отчитывает звука перед озером лаугай он говорит что необходимо думать о последствиях своих действий но тщательно все взвесив нужно уметь вернуться в настоящее представьте себе лучника который натягивает тетиву лука и готовится выстрелить все его внимание сконцентрировано на цели это не позволяет ему отступать от настоящего момента когда вы ловите себя на мысли что застряли в прошлом или будущем сконцентрируетесь подобно лучнику на том что делаете в настоящий момент примеру когда анг исчезает 19 серии 3 сезона айра не впадая в переживание об исходе концентрируется на своей задаче освободить басингсе от племени огня и как вы понимаете нахождение в настоящем не означает бездействие шопенгауэр утверждает что человеческая натура такова что мы не можем существовать без действия одолевать препятствия главное кредо и главное наше наслаждение поэтому то человеку и нужна цель пусть даже она будет иллюзорно но она будет давать нам силы жить и двигаться дальше потому что смысл самом действие они в результате смысл в настоящем моменте самое главное из всех благ это искренняя неподдельная человеческая радость и причем не приходящая извне от чего-то именно внутренняя радость это то самое что придает нам сил способности искренне радоваться любым приятным мелочам то что отличает айра от всех персонажей легенды оба англии до внешние обстоятельства иногда воздействуют на его настроение состояния но дядя айра быстро способен восстановить внутреннюю гармонию в первую очередь благодаря тому что он умеет ценить то что он имеет сейчас и искренне радоваться этому примеру находясь в тюрьме у племени огня он терпит ужасные издевательства со стороны охраны доходит до того что надзиратель бросает ему еду на пол ты всего лишь жирный отвратительный старик но айра способен открыть глаза и посмотреть на положительные моменты искренне порадоваться и шопенгауэр говорит о том что самым важным условием для обретения внутренней радости является физическое здоровье и обязательно нужно подвергать организм тренировкам сила радости воспевалась в величайших произведениях искусства от моно лиза да винчи и скульптур микеланджело до девятой симфонии бетховена и романа фумберто эко дядя айра любые события воспринимает как подарок умеет находить в самой непроглядной тьме что-то приятное и позитивное то чему можно порадоваться мир таков каким мы хотим его видеть пусть эта мысль приходит вам чаще и так давайте подытожим то что было сказано ранее четыре мысленных установки которые делают дядю айра таким какой он есть первое это понимание того что люди созданы друг для друга но при этом у каждого внутри идет борьба с самим собой второе это понимание того что мы можем контролировать в данный момент третье как можно чаще находиться здесь и сейчас и наконец принимать любое событие с внутренней радостью связи с тем что можно проявить себя наилучшим образом и знаете что на самом деле все эти рассуждения и проецирование философских взглядов на персонажа мало что может дать нам лишь направление мысли гораздо важнее окажется тот опыт и те выводы которые вы приобретете для себя сами следуя по собственному пути я желаю вам удачи на нем напоследок хочу обратиться ко всем людям которые смотрели и поддерживали меня раньше были преданными зрителями несмотря на ту ерунду которую я порой выкладывал я очень ценю ваш вклад потому что если бы не этот канал этот проект то я бы не оказался там где нахожусь сейчас последние несколько лет я плотно работал в другой сфере некоторые из вас наверное знают что я профессионально занимаюсь музыкой последние несколько лет я много учусь стараюсь вобрать в себя все то что упустил ранее и сейчас я очень благодарен всем кто смотрит этот ролик потому что спустя столько времени мы смогли встретиться здесь на этом перекрестке уверен ваша жизнь тоже сильно поменялась многие повзрослели набрались собственного жизненного опыта я хочу сказать что искренне рад за каждого из вас надеюсь этот ролик принесет вам хоть какую-то пользу может быть поможет некоторых жизненных ситуациях это те мысли к которым я пришел изучая философию искусство и даже немного психологию мы не всегда можем изменить окружающий мир но мы можем менять себя и в этом наша сила и кстати насколько мне известно сейчас вышел тот самый сериал от нетфликс с ролика о котором я начинал этот канал так что я решил провести серию стримов на ютубе чтобы каждый день вместе с вами обсуждать по несколько серий может быть по одной может быть по две дабы отдать дань тем кто тоже так этого ждал трансляции будут проходить на этом канале каждый день в 23 00 по москве добро пожаловать буду очень рад вам всего вам самого наилучшего друзья будьте как лист до новых встреч а и